Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIY Life и это садовый влог. В одном из своих прошлых влогов я рассказывала про свои любимые сорта клематисов самые обильные и упомянула, что они относятся к третьей группе обрезки. И мне начали задавать вопросы, что это за группа обрезки такая, как обрезать клематисы. Поэтому решила для тех, кто не знает, немножечко рассказать про обрезку клематисов. Заодно расскажу, какие сорта есть у меня в саду, мои какие-то хотелки покажу. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, все клематисы, которые растут у нас, делятся на три группы в зависимости от того, как их необходимо обрезать. Это первая, вторая и третья группы обрезки. К первой группе относятся те клематисы, которые вообще не нужно обрезать никогда. У нас эта группа называется обычно княжики. Это, как правило, ботанические виды клематисов. Клематис альпина, клематис макропитала и какие-то гибриды на их основе. Есть еще ряд сортов, которые не обрезаются, но у нас они плохо зимуют. В общем, не буду, на самом деле, долго останавливаться на этой группе, потому что, несмотря на любовь многих к княжикам, у меня с ними любви не случилось. Я сажала у себя парочку княжиков, но у меня они чувствовали себя как-то очень неуверенно. Жили несколько лет и в итоге пропали. В общем, не могу сказать, что я ими прониклась. Цвели не обильно, цветки мелкие. И хотя они цветут весной, когда цветов мало, абсолютно меня как-то не зацепили и больше я с ними играться не пробую. Вторая группа обрезки это самые красивые, но и самые капризные клематисы. Не бывает чудес на свете, как правило, за особенную красоту приходится расплачиваться некоторой капризностью. Клематисы второй группы обрезки цветут на побегах прошлого года. Они могут свести и на побегах текущего года. Некоторые сорта цветут лучше, некоторые хуже, но, как правило, на прошлогодних побегах цветки самые крупные и самые красивые. В этой группе больше всего махровых клематисов. И вот нет в жизни счастья. Вся вот эта красота, эта махровость, как правило, гораздо лучше проявляется именно на прошлогодних цветках. Цветки на побегах текущего года обычно гораздо более мелкие, часто не махровые, но, правда, у некоторых сортов, как считается, цветение на побегах текущего года более обильное. Я в свое время очень много игралась с этой группой. Опять же, поскольку это самые-самые красивые цветки, могу сказать, что в основной своей массе все-таки клематисы второй группы чувствуют себя в наших условиях не очень хорошо, для меня очень сложно сохранять побеги. Проблема даже не в зимовке, а проблема в том, что, когда я поднимаю их весной, вот этот момент, когда уже светит солнышко, когда побеги нужно привязывать к опоре, они безумно хрупкие, и я всегда их ломаю практически. Буквально пара разов у меня была, когда мне удавалось хорошо поднять, сохранить побеги прошлого года, за что клематисы меня отблагодарили обильным цветением. Вот как раз в прошлом году у меня очень хорошо они цвели, но такое случается далеко не всегда. Это такая лотерея. Очень много я играла с японскими сортами, потому что я люблю голубые, синие клематисы, и именно среди японцев очень много самых чистого цвета, самой чистой окраски голубых и синих сортов. Но, к сожалению, у меня вот буквально сейчас в саду осталось 2-3 сорта, они все-таки не очень хорошо себя чувствуют, очень слабо цветут, ни о какой обильности, ни о каком пышном облаке цветов, как у той же Виктории, которую я вам показывала, там речь не идет. Это буквально несколько цветочков. В общем, я к ним очень сильно остыл. У меня осталось в саду буквально несколько сортов второй группы обрезки, которым нужно сохранять побеги. Самые-самые. Я вам их сегодня покажу. Ну и, наконец, третья группа обрезки. Самая хорошая для нашего брата садовода, потому что с ними никаких плясок с бубнами не нужно. Их просто на зиму обрезаете практически под корень, оставляя какие-то небольшие обрезки. Совершенно не нужно париться с тем, чтобы сохранять побеги на зиму. И каждую весну они отрастают от корня, очень обильно цветут. К этой группе, как правило, относятся самые неприхотливые сорта, хотя и тут есть исключения. И именно они, на мой взгляд, лучше всего подходят для подмосковных садов и садов с более суровым климатом. Я сейчас не говорю о южных регионах. Там, конечно, выбор сортов и возможностей выращивания гораздо больше. Блюрейн один из моих любимцев тоже. Он очень долго и очень обильно цветет. Вот эти колокольчики мне очень нравятся. И он очень мощный. Вы видите, какого размера куст. И, кстати, я его отсюда собираюсь перетаскивать, потому что он занимает уже очень много места в цветнике. Я его немножечко передвину, либо пересажу вообще куда-то, где у него будет побольше места, куда раскинуться. Но, тем не менее, сорт очень достойный. Если вам нужно большую стенку какую-то завить лианой, задекорировать, то он прекрасно подойдет. Для маленького сада он может быть великоват. Второй сорт, который я очень люблю, это клематис Аленушка. Я его, к большому сожалению, потеряла. У меня его забил другой клематис. Как ни странно, второй группы обрезки. Такое тоже бывает. Бывают и мощные сорта в этой группе. Аленушка как раз-таки маленький клематис. Он росточком буквально метра полтора. У меня он рос на маленькой опоре. Вот буквально вот такой высоты. Он не очень сильный. У него тоже цветки в форме колокольчиков. И он очень аккуратный, компактный. Подходит для контейнерной культуры. Для каких-то небольших обелисков в цветнике. И вот эти колокольчики у него розовенькие. Очень чистого розового оттенка. И я его очень любила. Если будет возможность, непременно восстановлю этот сорт. Потому что он очень мне нравится. Про Пурпуре Плен Элеганс я вам уже рассказывала совсем недавно. Поэтому не буду подробно расписывать все ее чудесные, замечательные качества. У нее уже цветки не колокольчиками. У нее цветочки хризантемками. Я ее очень люблю. И еще один сорт. Это Блю Энджел или Блекитный Аниол. Если я правильно произношу. Это польский сорт. У него нежно-голубые цветки. У меня он тоже растет. И обычно очень обильно цветет. Но в этом году не его год. Он, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует. Он здесь рядышком у меня растет. И цветочков на нем совсем мало. Но я попытаюсь отснять вам показать то, что есть. Сейчас, конечно, совершенно не показательно. Потому что сорт на самом деле очень достойный. Хотя и не звезда. Вот Пурпуре Плен Элеганс она звезда. А Блю Энджел, он скорее статист. Он на подпевках у нее находится. И еще расскажу вам про два сорта, которые у меня в хотелках. Это сорт Авангард. Он немножко похож на Пурпуре Плен Элеганс. Он тоже махровый. Но у него интересное строение цветка. У него внешние лепестки более крупные. А в середине маленькая пупочка махровых лепесточков более мелких. Немножко на японский пион, мне кажется, смахивает. И он двухцветный. Пурпурно-розовый. Никогда его не видела вживую. Но по фотографиям мне безумно нравится. Ищу его. Непременно куплю, если попадется. И еще один сорт, который похож на Пурпуре Плен Элеганс внешне. Это называется сорт Мэри Роуз. Но, мне кажется, он более фиолетовый. И по фото, мне кажется, что цветочки покрупнее, чем у Пурпуре Плен Элеганс. Если у вас у кого-то растут эти сорта, расскажите мне обязательно про них. Как ваши впечатления. Потому что, конечно, живые отзывы всегда более ценные, чем просто фото из интернета. Мне очень хотелось обильный белый сорт Клематис. Я долго выбирала по фото. В итоге купила вот его. Это сорт Хульдин. У него некрупные цветочки. Но цветет он достаточно обильно. Хотя, не настолько обильно, как мне хотелось бы. Цветочки очень характерные. Они смотрят вверх. И немножко с выгнутыми лепестками. Получаются такие красивые чашечки. Очень изящный и красивый сорт. И, кстати, вот здесь очень хорошо видно разницу между второй и третьей группой обрезки на вид. Вот здесь вы видите у меня. Кажется, это сорт Протеус. Я не уверена. Пущу название по экрану. Вы видите разницу в размере цветков. Конечно же, Хульдин по размеру цветков проигрывает. Но зато цветки крупные. Но их на кусте сейчас всего два. А у Хульдин весь куст в цвету. Поэтому тут уже думайте сами. Решайте сами, что вам лучше. Несколько штук, но огромных. Либо много, но мелких. В общем, все как у роз. Есть у меня среди сортов третьей группы обрезки и разочарование. Это Клематис Техасский. У меня сорт Принцессы Диана. Я очень его хотела. Я влюбилась в него по фотографиям. У него тоже немножко похожие на колокольчики цветки. Но они смотрят не вниз, а вверх. Я так хотела этот сорт. Мне так он нравился по фотографиям. И к тому же это третья группа обрезки. То есть не нужно сохранять побеги на зиму, как у княжиков. Но это оказалось для меня полнейшим разочарованием. Сейчас объясню почему. Вот цветочки в этом году. Они еще к тому же и совсем бледные. Гораздо бледнее, чем на фотографиях в каталогах. Я вам пущу фото по экрану. Я не знаю с чем это связано. В прошлые годы он был поярче. Видимо, год для него неудачный. Но самое плохое на самом деле не это. Он цветет очень слабо. Очень мало цветков на нем. Хотя он у меня растет в самом теплом, самом светлом месте сада. И при этом он огромный. Он очень мощный, но очень слабо цветет. И поэтому получается, что зелени от него много. А цветочков фигушки. Поэтому я думаю, что буду его пересаживать куда-нибудь на задворки в итоге. Когда соберусь разорять в очередной раз этот цветник. И больше сорта группы Texensis я покупать не буду. Я уже говорила вам о том, что сорта второй группы обрезки, как правило, более слабые, менее мощные скорее так, чем сорта, которые обрезаются на зиму. У них меньше жизненных сил. Но вот этот сорт Crystal Fontan или Хрустальный Фонтан опровергает это утверждение. Потому что сорт на самом деле очень мощный. Несмотря на то, что он маленький. Этот сорт предназначен для контейнерной культуры. И рост у него не превышает двух метров. Я когда покупала, думала, что он будет очень компактный и небольшой. Оказалось, все совсем не так. Он очень объемный. То есть он не вырастет в высоту, но он растет вширь. У меня куст, наверное, действительно порядка двух метров. Хотя ему уже достаточно много лет. И в ширину он примерно такой же. Тоже около двух метров. Цветет он не очень обильно. То есть получается огромная масса листвы и кое-где цветочки. В прошлом году мне удалось сохранить много побегов. И он очень хорошо, очень красиво цвел. В этом году ситуация не такая радужная. Но, тем не менее, он достаточно стабильно цветет каждый год. У него очень интересные цветки. И часть цветков у него вот с такими вот ресничками. А часть цветков махровые. Я их называю с пушишками и с лохмушками. Я не найду сейчас ветки, с которых каждый из цветков. Но текущие побеги и побеги прошлого года дают разные по виду цветки. Получается на одном кусте два вида разных цветов. Интересно, очень необычно смотрится. Ну и вообще сорт очень декоративный. Поэтому, несмотря на некоторые с ним проблемы. В том плане, что много зелени. Он такой разлапистый. Много места занимает. И, честно говоря, не так эффектен, как... Извините, это был комар. Не так эффектен, как тот же Пурпуре Плен Элеганс. Но цветки очень классные, очень красивые. И за это я его люблю. И есть еще один сорт. Второй группы обрезки, который я вам не могу показать. Я его, к сожалению, сломала неделю назад, когда вокруг него занималась расчисткой Верони Кастрома. Это сорт Blue Light. Я очень его люблю. Несмотря на то, что сорт совсем не сильный. Вот у меня ему уже, наверное, лет восемь. И он до сих пор растет буквально в два побега. Но, тем не менее, он каждый год стабильно цветет. У него потрясающей красоты цветки. Махровые и насыщенно голубые. Все, как я люблю. И вот за эту потрясающую красоту цветков я прощаю ему и слабость, и какую-то некоторую капризность. То, что он до сих пор такой вот маленький, не нарос. Все-таки, мне кажется, лучше себя он бы чувствовал в более южных регионах. Ну, если у вас достаточно тепло, то я вам очень советую попробовать этот сорт. Он потрясающе красив. Очень жалко, что не могу его отснять. Но, мне кажется, я в прошлом году его показывала вам. Если найду, я пущу по экрану кадры со съемкой. Цветет он очень обильно. То есть, та веточка, которую он выпускает, да, она одна, но она вся усыпана цветами. Их, наверное, два десятка на одном побеге. И я представляю, какая-то красота, когда сорт разрастается, когда таких побегов много. Я все еще надеюсь, что мне удастся его довести до состояния большого куста. Периодически от него отсаживаю череночки. В общем, люблю его. Несмотря на все танцы с бубнами, я его очень люблю. Сортов третьей группы удачных очень много на самом деле. Я выращиваю не так много клематисов. Вообще не могу сказать, что я большой знаток по клематисам. И плюс накладывает свой отпечаток моя любовь к цветам у клематисов. Очень не люблю я розовые сорта, потому что на самом деле мало чисто розовых клематисов. Всегда в них есть такой грязноватый некрасивый оттенок. И фиолетовый тоже не всегда бывает красивый и чистый. Тоже бывает такой немножко грязноватый, приглушенный. И из-за этого я очень многие сорта отметала, которые, если не считать вот этого недостатка некоторого по цвету, являются очень устойчивыми, красивыми и неприхотливыми при этом. Ну, конечно, мой главный фаворит это Виктория. Я вам про нее уже рассказывала, поэтому не буду повторяться. Помимо Виктории я люблю темно-бордовые сорта. У меня растет стасик и варшавская ники. Не уверена, что правильно ее произношу. Это тоже польский сорт. Про белый хульдин вам уже рассказала. И еще мне очень нравится сорт дюранди. Ну, это, собственно, близкий к природному гибрид. У него более природный вид. Я вам его сниму, покажу. Он у меня еще совсем небольшой. И растет в не очень удачном месте. Но мне очень нравятся его цветки. Мне кажется, он очень изящный и красивый. Что касается сортов второй группы, то, как я уже сказала, я много игралась с японскими сортами. У меня осталось расти несколько голубых клематисов с того времени. Очень красивого чистого цвета. Я, к сожалению, уже не помню их название. Поэтому не буду вас обманывать. И сорт, который мне безумно нравится и по цвету, и по обильности цветения. Но, к сожалению, оказавшийся в моих условиях сильно подверженным вилту, это генерал Сикорский. У него безумно красивые цветки. Крупные, яркие, насыщенного, голубого, очень чистого цвета. Но практически каждый год он у меня вырастает. И... Извините. У меня сегодня съемка с комарами. Каждый год он отрастает, обильно начинает свистеть. И потом, где-то ближе к концу лета, у него весь побег начинает вянуть, засыхает. И это очень сильно, видимо, его ослабляет. Я, на самом деле, не знаю, что с ним делать. То ли выкапывать, то ли... Нет. Мне его жалко выкапывать, потому что он, на самом деле, очень красивый. И я не уверена, что новый сорт, новый саженец этого же сорта не будет болеть той же самой напастью. Может быть, и нет. Ну, в общем, вот он у меня сидит, ни жив, ни мертв. Каждый год сейчас он уже отцвел. Но сорт, на самом деле, красивый. Я надеюсь, что это просто мне так не повезло с вилтом. Может быть, саженец был изначально больной. Ну, вот такая вот у меня печаль с ним случилась. Ну, и пару слов об уходе за клематисами. Я не буду, наверное, рассказывать какие-то общие моменты, которые наверняка все вы знаете. То, что клематис любят плодородные почвы. То, что клематисы не любят сильно кислую почву. Я думаю, если кто-то сажал клематис, как правило, они все это прекрасно знают. Клематисам, по моим наблюдениям, нравятся подкормки золой. Раньше, когда у нас была печка, всю золу, которую я из нее выгребала, мы с бабушкой рассыпали под пионы и под клематисы. Они вот очень хорошо реагировали на подобные подкормки. Сейчас у нас печка ликвидирована, потому что на даче газ провели. Золы у меня больше особенно нет, если только из мангала. И я подобные подкормки больше не практикую практически. Хотя, наверное, зря. Я подкармливаю клематисы просто комплексным удобрением, точно так же, как все остальные растения в саду. И из особенностей ухода, наверное, таких, что отличает клематисы от всех остальных растений, я назову, пожалуй, два момента. Момент первый. Клематисы не любят, когда у них ножки находятся на солнце. То есть, если у вас куст клематиса растет где-то на открытом месте и около него ничего нет, то ножки ему желательно притенять. Ну и еще одна особенность, которая, на мой взгляд, очень важная, и про нее я мало читала. Не все про это пишут в пособиях, когда рассказывают какую-то информацию по уходу. Клематисы прямо категорически не любят весеннюю пересадку, по моим наблюдениям. То есть, у меня было вплоть до того, что я весной сажала клематис даже из контейнера в грунт, и он до осени сидел ни жив, ни мертв и вообще не рос. То есть, вот его как посадили весной с одной веточкой, и он весь сезон стоял с этой веточкой, и ни одной почечки новой не дал, ни одного нового побега. И расти этот кустик начинал только осенью, и то иногда не на первый год. А вот если его оставить в контейнере, даже вкопав в землю до осени, и осенью, ну как осенью, со второй половины августа, начиная уже посадить на постоянное место, вот тогда он прекрасно укоренялся, сразу шел в рост, и дальше хорошо рос и зимовал. И поэтому теперь я... Извините, меня оккупируют комары, надо побрызгаться. И теперь я все клематисы стараюсь пересаживать только в конце лета, в начале осени. Они даже большим кустом прекрасно пересаживаются. Я очень много клематисов таскала с места на место у себя в саду, и до сих пор таскаю. Не очень люблю их делить, потому что это просто банально сложно сделать. Если вы когда-нибудь выкапывали куст клематиса, вы понимаете, о чем я говорю. Там огромнейшая масса шнуровидных длинных корней, и его можно поделить только порубив на куски лопатой. Очень варварски, и часто это плохо отражается на клематисах, поэтому я стараюсь их черенковать. Черенкование у меня не всегда получается, но получается лучше, чем у роз. Поэтому, если у меня какой-то сорт, который мне хочется размножить, вдруг появляется. У меня много клематисов, мало места, поэтому такое случается редко. Чаще всего, когда кто-то из друзей и знакомых просит поделиться клематисами, тогда я обычно черенкую. Черенкую точно так же, как и розы, как я показывала летом. Выдерживаю черенки, полуодревесневшие в растворе гетероуксина, и потом сажаю в землю. Единственный момент, как и у всех черенков проблемный, это первая зимовка. Я обычно сажаю в горшочки, и уже на следующий год, к осени, уже можно их высаживать на постоянное место. Это, в общем-то, и все секреты, особенности, такие уходы за клематисом. Это, первое, прикрывать ножки, и второе, пересаживать все-таки только ближе к осени, во второй половине лета, вернее во второй половине августа, либо в начале сентября. В остальном это очень красивые, неприхотливые растения, которые, к тому же, долго цветут. Поэтому, если у вас молодой сад, и вам хочется побольше цветов, и побольше зелени, и побольше вертикалей, потому что клематисы, конечно, моментально создают очень красивый визуальный вертикаль, если особенно на обелиск посадить, то призываю вас больше использовать их в саду. Они любят солнышко, и вот особенно на открытых местах, если у вас молодой сад, будут прекрасно себя чувствовать. И, кстати, клематисы очень здорово комбинируются и с розами в том числе. В начале сезона показывали вам, как мы ставили бассейн, и меня потом достаточно много народу спрашивали по поводу того, как мы ухаживаем за бассейном в течение сезона, какой фильтр, что мы сыплем воду. Решили немножечко снять, показать, что мы делаем с бассейном. Я думаю, что пора передать слово моему мужу, потому что именно он занимается чисткой бассейна у нас, достаточно трудоемкое занятие. И покажем вам, как выглядит уход за бассейном в течение сезона. Посмотрев это, возможно, вы перехотите иметь бассейн. Обычно в начале сезона мы льем в бассейн перекись для дезинфекции. Хлорку мы не любим. Хлорка не сильно полезна для кожи и организма, поэтому предпочитаем перекись. Более экологически чистый вариант, скажем так. Как я уже говорил, в начале сезона мы залили около 5 литров перекиси, которая осталась прошлого года. Действия перекиси хватило примерно на полсезона. Где-то в середине июля вода зацвела и пришлось также дополнительно засыпать альгетин. Сейчас опять подошло время чистить бассейн. И мы будем использовать средства на основе активного кислорода, опять же, так же, как и перекись. Ну, в связи с тем, что перекись не всегда получается удачно купить. Для начала воспользуюсь вот таким сачком из набора для чистки бассейна. А потом перейдем к донной швабре. В прошлом году у нас порвалась крышка бассейна. Пересохла от ультрафиолета и отложений и рассыпалась в лохмотье. Теперь весь мусор, мошки, листья, которые оставались на крышке, болтаются на поверхности воды. Их не убрать фильтром и приходится чистить сачком каждые несколько дней. Очень облегчает жизнь скиммер. Это еще одно приспособление для фильтра. Но готовые либо дорогие, либо громоздкие. Так что придется что-то мастерить самим. Если мусор с поверхности не убрать, он постепенно оседает на дно. И собирать приходится уже донной шваброй. Так, поверхность почистили. И теперь меняем сачок на донную швабру. И начинаем чистить непосредственно само дно. Вот такая штука получается. Пылесос. Практически. Шланг от швабры подключается напрямую к насосу. В начале чистки некоторое время сражаемся с лернейской гидрой. Пока шланг не заполнится водой и не утонет, он абсолютно не управляем. И уже только после этого можно включать фильтр. Эффективность водного пылесоса зависит от мощности фильтровального насоса. У нас достаточно мощный, и швабра отлично собирает мусор. Недостаток очень часто приходится чистить. На ней стоит совсем небольшой контейнер с сеточкой, в котором этот собранный мусор оседает. Заполняется он буквально за пару минут. Так что приходится постоянно прерываться, разбирать швабру, идти вытряхивать мусор и промывать сетку. Чистку швабры я провожу примерно раз в 2-3 недели, и занимает это час-два свободного времени. Ну и в завершении при необходимости заливаем бассейн химию, после чего на несколько часов включаем рециркуляцию. Насос в этом режиме просто гоняет воду, не фильтруя, для лучшего распределения химии. Что касается химии, то обычно мы пользуемся перекисью водорода. Обычно перекисью мы покупаем в магазине химикатов. В этом году получилось так, что из-за самоизоляции мы не доехали в магазин. Из-за того, что мы перекись не могли купить, мы решили взять специализированные средства. Они такие тоже бывают. Средства на основе активного кислорода. По сути, как правило, там тот же самый гидроперид. Ну, то есть, если развести с водой, то та же перекись водорода получится. В этот раз мы нашли состав на основе чего-то другого. Там какое-то патентованное средство. Хотя тоже написано, что на основе активного кислорода. Но это не гидроперид. Какой-то другой состав. Муж высыпал в бассейн. Но, честно говоря, пока не очень нам понравилось. Потому что буквально через неделю вот опять бассейн зазеленел. То есть, держит не очень хорошо. Видимо, концентрация не такая насыщенная, как у нас получается, когда мы обычную перекись льем. Не считая этого, то есть, одна заливка перекиси водорода и одна засыпка альгицида с бассейном. Мы в этом сезоне в пламени химии ничего больше не делали. Абсолютно никаких химикатов не лили. Но тут такой момент у нас. Хороший, мощный песочный фильтр. И он очень хорошо, конечно, убирает много чего. Хотя им одним обойтись не получается. Химией все-таки пользоваться приходится. Но я очень рада тому, что, по крайней мере, мы не сыплем больше хлорку. Потому что хлорке купаться, конечно, мало. А перекись водорода в этом плане гораздо приятнее. Потому что вода ничем неприятным не пахнет. И вообще это полезнее для кожи. Вроде как обеззараживает немножечко. Ну что же, как обычно, я буду рада пообщаться с вами в комментариях. Жду ваши вопросы и замечания. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok